Это очень опасный район. Очень опасный? Очень. Здесь заканчивается Буэнос-Айрес. И начинается пригород. Сейчас мы езжаем в Куэрто-Апачо? Сначала Сьюдаделло. Куэрто-Апачо посторонние не ездят. Это район индейцев. Там очень высокий уровень преступности. А если я еду с айфоном туда, это проблема? Для них нет. Они его у тебя заберут и продадут. Если ты где-то там потеряешься, не будешь знать, где находишься. Все. Чао. Чао. Мы на месте. Это окраина одного из самых опасных районов Буэнос-Айреса. Сьюдаделло. Или, как знает весь мир его, Фуэрто-Апач. Сюда не едут ни туристы, ни жители столицы. Но у нас есть повод. Здесь родился и вырос главнародный футболист Аргентины Карлос Тевес. Мама, да. Икордитос. Мы жили в мире, где правят наркотики и оружие. Каждое оранжевое окошко – это квартира. И в каждой квартире живет 7-8 человек. Вскоре он погиб от рук полиции. Почти все друзья моего детства умерли. Когда Тевес забивал и праздновал Фуэрто-Апач. И даже когда я играл в Ювентусе, в Юнайтед или в Сити, я всегда представлял, что играю у себя во дворе. Да, приходил сюда и надевал вот эту футболку. И вообще в Аргентине предпочитают парней с таким бэкграундом. У меня больше друзей из Фуэрто-Апач, чем друзей футболистов. Карьера в сборной у тебя не сложилась. Я люблю Аргентину. А ултрафт почему? Это очень сложный вопрос. Они играют в футбол, потом едят мясо и кайфуют. Супер жизнь. Здесь счастливы люди всех возрастов. И с надеждой, что завтра все поменяется к лучшему. Все, чуваки, удачи вам. Карлос, где мы находимся? У меня дома. Рад вас здесь видеть. Добро пожаловать ко мне домой и в Аргентину. Мы вчера были в Фуэрто-Апачи в твоем родном районе, и мы увидели совершенно другую жизнь. Совсем не такую, как в центре Буэнос-Айреса. Мы живем в районе Палермо, и это как будто одна страна. А в Фуэрто-Апачи вообще другая. Фуэрто-Апачи действительно до сих пор не похож на остальную Аргентину. Такие кварталы живут по своим правилам. У них другой менталитет, и к этому нужно привыкнуть. Другая страна. Вы правильно подобрали слова, и я тоже так думаю. Там жизнь воспринимают принципиально по-другому, там ей наслаждаются. Хочешь праздника — будет тебе праздник. Нравится играть в футбол — можно поиграть в футбол. Можешь делать все, что тебе нравится. Это район, где все друг друга знают и уважают. Но да, как и в любом другом районе в Аргентине, там есть свои особенности. А с какими опасностями ты сталкивался? Голод, страх? Что было страшнее всего в Фуэрто-Апачи в детстве? Не могу сказать, что мы голодали. А вот преступность — да. Тогда как раз был самый пик проблем с наркотиками и бесконтрольным трафиком оружия. Самое сложное в такой ситуации — выжить и не поддаться искушению подсесть на наркотики. Потому что все это было у меня перед глазами в любое время дня и ночи. Нужно было сильно постараться, чтобы держаться в стороне от того, что было нормой для Фуэрто-Апачи. А как у тебя не было проблем с наркотиками и всякими такими делами? Благодаря моей семье, папе, маме, которые отгородили меня от всего этого, задавали мне правильные ориентиры. Поэтому я всегда шел вперед, двигался своей дорогой, и ничего из этого меня не привлекало. Я никогда не курил и не употреблял наркотики. Я всегда был целеустремленным, осознавал, чего хочу в жизни, и добивался своего. Поэтому мне было легко не отвлекаться на что-то вокруг. Но как? Как ты мог не курить, не принимать наркотики, когда ты жил среди людей, для которых это было нормой, которые делали каждый день? Мне не нравилось даже смотреть на это. Я видел братьев своего отца и понимал, что не хочу быть как они. У меня был наглядный пример перед глазами. В такой момент ты выбираешь либо упасть на дно, либо следовать своим целям и мечтам. Я выбрал второе и сосредоточился на этом. Это поле клуба «Апача». Когда Тэвис забивал и праздновал, поднимая майку, под ней всегда было написано… «Фуэрта Апача». В «Ювентусе» всегда, да. Да, конечно. В «Ювентусе» всегда. А когда Карл сыграл в Европе, в «Сити», «Юнайтед», «Ювентусе», вы всем районом смотрели его матчи? Да, конечно. Здесь на него очень сильно болели. И в сборной тоже. Когда он выиграл Олимпиаду, то первым делом приехал сюда, в свой родной дом. Он вышел из машины с медалью на шее и пошел домой с трофеем, Кубком Олимпийских игр. И я знаю, что он еще много помогает району деньгами. Это да. Он много на что дал денег. Построил столовую, например. Но главное, организовал здесь клуб для детей. Постелил поле, и теперь ребятам есть где играть. Тут прекрасная поляна, такого раньше не было. Раньше здесь была голая земля. Продолжение следует... Если мы будем рядом с теми, кто нуждается, это сделает нас сильнее. Обычно нужно молчать о добрых делах. Но сейчас не время. С такой проникновенной речью Карл Ставец выступил на телевидении 4 года назад в пандемию коронавируса. Ставец, тогда капитан Бока Хуниорс, вызвался сам развозить еду запертым дома аргентинцам. Вскоре Карл Ставец продлил контракт с Бока и заявил, что в течение всего его срока не хочет себе ни песо. Тавец пожертвовал всю зарплату и премиальный фонд, помогавший пострадавшим от ковида. Для того, чтобы реализовать классный социальный проект, не обязательно быть суперзвездой-миллионером или работать в благотворительном фонде. Вы можете сделать первый шаг реализации такого проекта прямо сейчас, участвуя в конкурсе частных инициатив «Скиньте мяч». Его уже третий год подряд проводит Теньков. Каждый житель России может предложить идею, что важного и полезного можно сделать для своего двора или района, села или города. Идеи распределяются по трем направлениям. Творчество, кинопоказы, уличные театры и другие творческие направления. Спорт, кроссфит, хоккей, занятия гимнастикой на свежем воздухе и другие активности. Развлечения, книжный клуб, рукоделие и другие кружки по интересам. Главное, чтобы проект был полезным, объединял людей и делал жизнь в конкретном дворе, районе, селе или городе интереснее и разнообразнее. Авторы лучших идей получат деньги на реализацию своих проектов. Всего будет выделено 20 грантов по 200 тысяч рублей. Заходите на сайт проекта, скиньте мяч по ссылке в описании, изучайте историю участников и победителей прошлых лет и оставляйте свои заявки. Не молчите о добрых делах и, как Тевист, смело совершайте их. Круче всего было в такие дни, как сегодня, когда шел дождь, мы выходили играть, бегали по лужам, все поле было в грязи, мы все мокрые, но мы кайфовали, мы очень любили так играть. Когда ты понял, что только футбол может тебе помочь, сможет сделать твою жизнь лучше? Нет, я так никогда не думал. Никогда не рассматривал футбол с этой точки зрения. Я всегда мечтал играть, но никогда не задумывался о спасении через футбол. Я развлекался. Я наслаждался футболом. И в Фуэрто-Апачи, и даже когда я играл в Ювентусе, в Юнайтед или в Сити, я всегда представлял, что играю у себя во дворе. С той же страстью, с той же жаждой побеждать во что бы то ни стало, не обращая внимания ни на что вокруг. Карлос, а расскажи про свои первые детские команды. Оллбойс, Фуэрто-Апачи. Так же она называлась, правильно? Оллбойс, да. Санта-Клара, Оллбойс и Вильяреаль. Какие у тебя остались воспоминания? Да, много воспоминаний. Санта-Клара — это клуб из Фуэрто-Апачи, я там играл с друзьями. Там мы начинали учиться, играли за район. Оллбойс тоже был районным клубом, но повыше уровнем. А потом был Вильяреаль. Там уже включился папа. Он стал возить меня за пределы Фуэрто-Апачи, чтобы я играл против более классных соперников и, скажем так, в другой атмосфере. Мне там очень нравилось. Патреро — это пустыня с голой землей. Пацаны ставят ворота и гоняют между ними. Бывают рубятся на деньги, на Кока-Колу или еще на что. Обычно там идет нехилая борьба, не хуже, чем в классиках. Поэтому у них формируется этот, этот дух соперничества. Это хватка, темперамент, который отличает их от тех ребят, которые не играют в подобных местах. То есть это правда. Я слышал, что ребята в Фуэрто-Апачи уже 8-10 лет играют во дворе на деньги. Они так зарабатывают? Обычно не сами дети. Скорее взрослые приходят посмотреть и ставят на ту или иную команду. Но между собой на Колу они могут сыграть. Кто проигрывает, покупает Колу. И это похоже на чемпионат мира. Тут дело даже не в самой Коле, а в гордости и нежелании проигрывать. Но и Кола могла дорого обойтись, ты же платишь за нее из своего кармана. Думаю, что банка Колы в Фуэрто моя самая сильная мотивация. Проиграть ее было обиднее, чем Лигу чемпионов. Это было больнее. Я хорошо помню Карлоса и его друга Гонсалу, Левшу. Один играл справа, другой слева. Они были очень талантливыми, отлично работали с мячом, много забивали. У меня это четко отложилось в памяти. Однажды я отвел четверых ребят в Велес. После просмотра ко мне подошел тренер Велеса и сказал, что они оставят только Дарио. А остальных троих нет. Дарио они оставили. Хотя я говорил им, что лучшие это Гонсало и Карлос. Да, они были маленькие, но я знал, о чем говорил. Я видел их каждый день. Меня не стали слушать. Сказали, что они слишком мелкие. Я ответил, окей, вам виднее. Когда мы ездили в Вильяреаль, в твою футбольную школу, мы познакомились с Пино, ее директором. Ее нам сказали, что Карлос Тевис был как будто с другой планеты в плане менталитета. Не то, что твой друг. Я узнал эту историю сериала Netflix про тебя. Его звали Дарио. Можешь рассказать нам о Дарио? Слушайте, по игровым качествам он был просто потрясающий. Как человек тоже. По сериалу казалось, что он был чуть ли не более талантливый, чем ты. Это правда? Это правда. Да, да. Он играл намного лучше, но ему не хватало дисциплины. А я наоборот. Сильно хуже, но с дисциплиной. И в итоге именно дисциплина вывела меня на уровень выше. Вот и вся разница. Так вот, из всех четверых в Велесе остался Дарио. Ему было 14. Он играл там целый год, стал капитаном. А в 15 он начал заниматься не очень хорошими вещами. Свернул не на ту дорожку. Когда ему было 16, со мной связались из Велеса и попросили поговорить с ним. Потому что он начал пропускать тренировки, пропадал, приходил, когда ему хотелось. Но он все еще был отличным футболистом. И мне хотелось вернуть его в футбол, чтобы он продолжал в Велесе. Но он совсем потерялся. Сбился с пути, начал заниматься совсем неправильными вещами. И, к сожалению, для него все закончилось печально. Возвращаясь к тому, что я говорил в самом начале. Мы жили в мире, где правят наркотики. И оружие. Нужно было делать выбор. И в этом выборе огромную роль играла семья. Папа, мама. Те люди, которые могли оградить тебя от всего этого, уберечь от неприятностей. Меня уберегли, а его, к сожалению, нет. Он свернул не туда и пошел по пути наркотиков и преступности. Вот тебе наглядный пример, когда правильный выбор очень важен. От него зависит, кем ты станешь. А у тебя есть еще друзья детства, у которых были такие же проблемы, как и у Дарио? Да, почти все друзья моего детства умерли. Да ладно, почти все? Почти все. И что, для Фуэрта Апачи это норма жизни? В итоге ко мне пришли тренеры Велеса и попросили поговорить с Дарио. Я поговорил и с родителями, сюда пришли его родители, даже он сам пришел. Но головой он уже был не здесь, не в футболе. Ну и, к сожалению, вскоре он погиб от рук полиции. Хотя на самом деле он сам себя выстрелил. Когда об этом узнали, скорбили все. Все, кто его знал. Весь район, весь Фуэрта Апачи. Мы не могли в это поверить. Мы вспоминали 10-летнего мальчика. Мы видели, как блестяще он играет в футбол. Не сомневались его потрясающих качеств. Он подавал большие надежды. Он мог запросто попасть в основу Велеса, заиграть в первой команде, уехать в Европу, играть за сборную, у него все для этого было. Но, несмотря на это, его жизнь оборвалась вот таким трагическим образом. Ты помнишь свою последнюю встречу с ним? Я собирался на чемпионат мира для 17-летних. Помню, папа жарил эмпанадос в печке. И мимо проходил Дарио, его же тогда искала полиция. А я хотел с ним попрощаться перед тем, как уехать на чемпионат мира. Папа позвал его поесть с нами. Помню, что мы поели и остались с Дарио наедине. Я сказал ему, чтобы он был осторожен. Чтобы постарался измениться. Чтобы вернулся в клуб. И я разрыдался. Я умолял своего друга, который был мне как брат. Но в тот день он уже как будто попрощался со мной. В середине турнира я узнал, что его убили. И эта встреча оказалась нашей последней. Странное чувство. Мне было не по себе, но я был рад, что успел сказать ему, как я его люблю. Я все-таки попросил его, как мог, чтобы он берег себя, отдал важные советы своему другу, своему брату. И это останется со мной на всю жизнь. И creo que me queda eso para toda la vida. Один из самых успешных соотечественников Карлоса Тевиса в теннисе – Давид Налбандян. Экс-3-я ракетка мира, кстати, сын итальянки и внук армянина, эмигрирующего в Аргентину. Теннисную карьеру Налбандян оборвала травма плеча. Настолько тяжелая, что долгое время Давид не мог выходить на корт даже с друзьями. Зато Налбандян наконец отдался другой своей страсти – гонкам. Давид давно основал свою автоспортивную команду, а завязав с теннисом, стал сам гонять всерьез. Уже через три года Налбандян выиграл свое первое ралли, а в 2019 году выиграл на этапе ралли Аргентины. Свои захватывающие гонки открыли и мои давние друзья из Винлайн. Бэтрейс от Винлайн – это уникальные турниры по ставкам, где ты сможешь потягаться с другими игроками за крутые призы. Набирай рейтинг с помощью ставок и побеждай, обходи соперников и забирай максимум из призового фонда. Гонки ставок Бэтрейс проходят каждую неделю на выбор множества видов спорта и лиг. Выиграть может каждый и не по разу. Скачу мобильное приложение Винлайн по ссылке в закрепленном комментарии. Пристегивайся, стартуй в Бэтрейс и побеждай в гонке ставок. Винлайн по ссылке в описании. Винлайн по ссылке в описании. Да, я тут уже кучу лет работаю. Больше двадцати. Руковожу всем, что касается детского футбола. А в Боке я уже десять лет. Сейчас одиннадцатый пошел. И что, тут правда играл Карл Стайвес? Карлитус? Конечно, забивал голы в этом зале. На этом паркете? Да, здесь. Ему тогда лет десять было. В Аргентине это и есть футбол. Все районные школы так выглядят. Это фундамент всего аргентинского футбола. Здесь у нас кафе. Тут обычно сидят родители. Это зона для них. Для родителей. Для родителей, для дней рождения. А здесь дни рождения празднуют? Да, здесь мы накрываем стол. Все едят вместе после занятий. А еще у нас отличная школа танцев. Одна из лучших. Школа танцев? Да. Тут лампочка позавчера перегорела. Мы пока не поменяли. А это футболка Тевиса? Да, футболка Карлитуса Тевиса. А тут Карлоса Бьянки. Он тоже начинал здесь. Это вратаря, который играл за Рассинг. У нас еще много футболок, которые мы не повесили. Вот раздевалка. Тут переодевался Карлитус. Карлитус здесь переодевался? Да, приходил сюда и надевал вот эту футболку. Вот в такой он играл. Это прям детская футболка Тевиса? Нет, не конкретно это. Хотя он мог и в ней играть. Вообще клубные цвета красные. Но если соперник тоже играет в красном, мы берем этот комплект. А здесь занимаются бесплатно? Нет, все-таки немного платят. Но не все. Многие занимаются бесплатно. Например, ребята из Форта Апачи. А, для Форта Апачи бесплатно. Бесплатно. А местные могут позволить себе платить. Мы берем с них деньги, чтобы содержать клуб. Великие игроки, как правило, рождаются в самых скромных районах. Почему? Потому что мяч объединяет. Сразу 10-20 человек играют вместе. И вот с малых лет они играют. У них на уме нет ничего, только мяч. Мяч, 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 мяч. И у них формируется особенная техника, которая не может появиться у тех, кто уделяет футболу меньше времени. Они много учатся, играют в PlayStation, у них есть и другие развлечения. Конечно, это не значит, что у них нет шансов стать футболистами. Но на это у них уйдет намного больше времени. Преимущество тех, кто живет в местных трущобах, тут они называются вишес, в том, что они весь день проводят на поле, на потреро. С утра до 8-9 вечера гоняют мяч, водятся, водятся, водятся. И уровень, и опыт таких тренировок намного выше и важнее, чем у тех, кто просто приходит в клуб позаниматься несколько часов в неделю и сыграть один матч в субботу. Мне нравится, что тут играют настоящие пацаны. Они выкладываются весь день на поле. У них есть яйца. Они бегают, бьются, вкалывают, как сумасшедшие. В хорошем смысле. Мне нравится такой стиль. И вообще в Аргентине предпочитают парней с таким бэкграундом. Здесь ценят этот опыт по треро. Любят таких, как Карлос. Это идеальный пример парня с по треро. Самый известный из всех, кто добился успеха. Нобель, если хочешь, собирай ребят. Пойдем, покажу вам квартиру Тевиса и дом, где он вырос. Только они просят не снимать здесь. Подождите, пока мы дойдем до дома. Сейчас не будем снимать, да? Да, сейчас, когда мы снимем. Тут 10 этажей, пойдем на самый верх. 10 этажей. 10 этажей, да, без лифта. Эти дома называются «нудос». Их тут 13 на весь район. А которые поменьше называются «тирас». А сколько людей живет в Фуэрте-Апачи? Много. Честно говоря, понятия не имею. Где-то 100 тысяч? Да, точно не меньше. Вот представь, каждое оранжевое окошко — это квартира. И в каждой квартире живет 7-8 человек. И сюда не заезжает полиция? Нет, сюда они не заезжают. Они патрулируют улицы вокруг. Только вокруг? Да, внутри района нет улиц. Видишь, ни одной. Так что машины сюда не заезжают. Просто объезжают вокруг. Внутри Фуэрте-Апачи нет полиции? Нет. Ни в той полиции нет? Нет. И как живут люди здесь, если вдруг какая-то проблема возникает? Все решают по-соседски между собой. Стараются разрулить мирным путем, насколько это возможно. Здесь соседи уважают друг друга. Мы живем по такому принципу. Я видела, как ты снимал. Вон там. Надо спрашивать, можно ли снимать. Я тебя видела. Я видела, как ты снимал. Тут нужен ключ. У меня нету. Все, чуваки, удачи вам. Хотите, мы поднимемся, и я вернусь за вами с той стороны? Давай, удачи. Вот его квартира, дальняя. Он здесь родился. Где? Здесь? Да, в конце коридора белая дверь. Белая дверь? Да, белая дверь, вот здесь. Это его дом. Не знаю, есть там кто-то сейчас. Давай постучимся. Да, здесь живет дядя. Его зовут Чито. Чито! Паппер! Ты как? Все спокойно? Это русские. Они снимают документальный фильм про Карлоса. Снимают тут район. Понял. У него проблема с голосом. Не может говорить слух. Он говорит, что живет здесь, родился здесь. Может, у тебя есть какие-то фотографии показать ребятам? Пятый этаж. Он живет на этаж выше. В доме Флавии. С сестрой. С женой брата. Ага. Отца застрелили. Это брат папы Карлоса и его дяди, который умер недавно. Это родной дядя. Настоящий. Вот он. Единственный, кто остался жить в этом районе. Остальные переехали. Чито тоже играл в футбол. Очень хороший футболист. Играл за Ривер. За Сан-Лоренцо. За несколько клубов. Говорит, что Карлитто заезжал на днях. Приезжал и спрашивал, когда он уже тоже съедет. Почему остается тут? Играл заезжал в футболист. А он не хочет. Не хочет уезжать далеко. У тебя есть еще фотографии, Чито? Нет больше ничего. Это единственное? Мама, да. И Карлиттос. Моя семья изменила всю мою жизнь, потому что мои родители пожертвовали всем, чтобы достойно воспитать меня. Думаю, что они сами не могли себе представить, что я стану тем, кто я есть сегодня. И твой отчим Сегундо сыграл очень важную роль в твоей жизни. Да, да. Он ушел из жизни три года назад. В этом году будет три. Мой родной отец умер еще до моего рождения. И мой отчим воспитал меня с большой любовью. Он никогда не видел разницы между своим родным сыном и мной. Он был совсем молод, но я вырос окруженной любовью, и я безмерно рад, что именно он занимался моим воспитанием. Карлос, а какая жизнь, по-твоему, более счастливая? У людей, у которых есть виллы, квартиры, или у людей в Фуэрте-Апачи? Это очень сложный вопрос. Зависит от того, кого ты спрашиваешь. Я счастлив и там, и там. Я умею быстро адаптироваться. Мне везде хорошо. Поэтому я продолжаю ездить в Фуэрте-Апачи, поесть с друзьями детства. Но при этом могу пойти в трех- или пятизвездочный ресторан совершенно спокойно. Так что зависит от человека. Но это интересный вопрос. Я могу быть счастливым везде. То есть, ты можешь просто приехать сюда поужинать? Да, легко. Я думаю, он просто пишет, сегодня вечером приду с друзьями, приготовьте ужин. Да, и когда он приезжает, собирает весь район или такого нет? Да. Когда люди узнают, что он здесь, они подтягиваются. Берут автографы, фотографируются. Да, конечно. Это нормально? Это нормально, да. Он привык за столько лет, что люди сходят по нему с ума. Это его район, так что... А, вон. И тут мясо? Здесь закусочное. Нет, вот здесь. А, здесь, да. Мясо, паста, саду, меланеса, все, что хочешь. И Карлосу нравится? Да, ему нравится. Нравится сюда приходить. Он играл в футбол с владельцем этого места. В одном клубе еще в детстве. Карлос, у тебя много друзей из Фуэрто-Апачи. А у тебя есть друзья из мира футбола? Настоящие друзья? Мало. В большом футболе у меня мало друзей. У меня больше друзей из Фуэрто-Апачи, чем друзей футболистов. А с кем ты дружишь из футболистов? Патрисо Вра. Пак Джисун. Из аргентинского футбола. Фернандо Тобио. Ван Чопе Абела. А Эвра, потому что ты играл с ним в Юнайтед в Ювентусе. Я слышал, что когда ты играл в Юве, ты ему звонил и звал к себе. Это правда? Да, да. Потому что в тот момент Патрис уже отыграл свое в Юнайтед, и ему нужно было сменить обстановку. И у меня получилось затащить его в Ювентус. А ты не жалеешь, что уехал из Европы в 31 год? Нет. В Италии ты мог еще легко играть 4-5 лет. Нет, вообще не жалею. Ни капли. Я выложился по полной. Я всегда был страстным игроком, и эта страсть сделала мне имя в футболе. В глубине души я это почувствовал и решил вернуться домой. Я точно не жалею. Я принял решение, которое должен был принять Карлос Тэвис. Понятно, тебе важно чувствовать страсть, куда ты играешь. Я помню, что когда ты еще играл в Англии, ты дал интервью и сказал, что я хочу завязать с футболом. Тебе было 26-27 лет. Ты говорил, что в футболе много проблем, связанных с агентами, с деньгами, с людьми вне футбола, вне поля. Откуда у тебя возникли такие мысли? Я всегда знал, что рано закончу карьеру. Всю жизнь я преодолевал различные преграды. Старался с каждым днем быть лучше и лучше. И мое мировоззрение менялось. Ко мне очень быстро пришла слава. Я дебютировал в Премьере в 17 лет, быстро привык побеждать. Победы в Боке, победы в Коринтиансе, победы в Вестхэме. Я помог им не вылететь из премьер-лиги. С Манчестер Юнайтед я выиграл премьер-лигу и Лигу чемпионов. Потом выиграл чемпионат Сити, который до этого не побеждал 50 лет. Итак, победа за победой. Победа за победой, каждый раз превозмогая себя. Из-за этого моя карьера продлилась немного дольше, чем я ожидал. Но это потому, что я получал огромное удовольствие от футбола. Когда ты приехал в Англию, что для тебя было самым, ну прям, самым сложным? Конечно, язык. Сложно было понимать, я не мог найти общий язык с партнерами. Было тяжело. Но потом я адаптировался, и мы начали общаться на языке футбола. И вот тогда я стал наслаждаться футболом в Англии. В первые годы после твоего приезда в Англию я слышал об этом, не знаю, насколько это правда. Ты говорил, что не хочешь учить язык из-за фолклэндской войны. Был такое? Смотри, внутри я это понимал так. Давай лучше я начну издалека. Когда я был маленьким, мой дядя, брат моего папы, играл во второй команде Риверплейт, и его отправили на Мальвины. Он вернулся совсем другим человеком, и по нему я понял, что такое война. Поэтому, когда я приехал в Англию, я сказал, окей, если они хотят со мной пообщаться, пусть учат испанский. Я учить английский не буду. И поэтому ты по-английски не очень, да? Это правда, это отголоски того конфликта. Я был упрям. Если со мной хотят общаться, хорошо, но я не буду учить английский. Еще я помню, что у тебя в Англии были поначалу проблемы с журналистами. Во всех газетах постоянно было. Тевис, Тевис, Тевис. Я никогда, никогда не дружил с журналистами. Но проблемы... Мне кажется, проблемы у них скорее были с Балателли, чем со мной. Больше с Марио, чем со мной. А у меня нет. У меня не было проблем. Давай историю про Балателли. Он заснул у себя дома на втором этаже, когда позвал друзей. И когда он проснулся, чтобы пойти на тренировку, около его кровати стоял мотоцикл. На втором этаже. Он сам не мог понять, как мотоцикл туда попал. Как его затащили на второй этаж. Карлос, ты работал со многими тренерами в своей карьере. Здесь, в Италии, в Англии, в сборной. Кто был самым мудрым, на твой взгляд? У кого ты больше всего научился? Какого тренера ты бы выделил? Конте, Фергюсон, Тите. Это тренеры, которые оставили большой след в моей жизни. Они поражали меня своим умением управлять коллективом, тактикой, своим видением игры. Они помогли мне понять, что в Ферте-Апачи я просто играл в мяч. А вот с ними это был уже настоящий футбол. Ты много говорил в интервью, что Антонио Конте тебе очень помог в карьере. Можешь вспомнить, когда ты только пришел в Ивентус? Как вы познакомились? Как проходило ваше первое общение с Конте? Ведь многие говорили, что после Сити Карлос Тайвес закончит карьеру. Он больше не хочет играть в футбол. Мы договорились поужинать в Лондоне. Он пришел с руководителями Ювентуса. Мы едим. И вдруг он уводит меня за отдельный столик и на стаканах, вилках, ножах, начинает объяснять мне тактику. Чего он от меня ждет. И так два часа. Представь себе, двигает стаканы, да все, что было под рукой. И говорит, а можешь сделать вот так? Я хочу, чтобы девятый номер держал на себе двух центральных защитников, а потом ты должен будешь переместиться вон туда и взять игру на себя. Он два часа говорил про тактику. И в один момент спросил, ты сможешь так сделать? Я сказал, что смогу. Он спросил, уверен? Я понял, что смогу. И говорю, да, смогу. А он, добро пожаловать в Ивентус? И о чем ты думал, когда тренер в ресторане перед тобой два часа все это вытворял? Что он псих. Да, сумасшедший. Многие футболисты, которые играли с тобой, говорили, что Карл Ставес уникальный, что он может играть и девятку, и десятку. Но ты сам кем себя считаешь? И тем, и другим. Когда надо было сыграть девятку, я играл девятку. И то же самое с десяткой. У меня было достаточно интеллекта, чтобы понимать, что нужно для конкретной игры. Но что для тебя удобнее? Не могу сказать. Мне обе роли были одинаково комфортные. Поэтому я всегда метался между ними. Я бы хотел еще поговорить с тобой о сборной Аргентине. В прошлом году вся страна сходила с ума от победы на чемпионате мира в Катаре. А ты помнишь, как ты сам смотрел тот самый финал против Франции? Да, я смотрел здесь, у себя дома, с семьей. Я, конечно, был под впечатлением от такого финала, который нам подарили Франция и Аргентина. От того, как игроки еще умудрялись сохранять хладнокровие. Аргентинские ребята меня по-настоящему удивили своей игрой в этом финале. И, конечно, как и любой болельщик, я был рад, что моя страна стала чемпионом мира. А то, что ты не поехал на чемпионат мира в Бразилии, это большая проблема в твоей карьере? Большой провал? Да. Я помню, ты зажигал в Ювентусе, это был твой первый сезон, ты забил кучу головок, был лучшим игроком серия. Я смотрю список игроков Аргентины, чемпионат мира в Бразилию. А где Тевес? Это большой удар по твоей карьере в сборной, верно? Нет, думаю, нет. Она сложилась неплохо. Если мы говорим только о победах, то да, не блестяще. Я проиграл три финала Кубка Америки. Финал Кубка Конфедераций. Так что трофеи, да, мы не завоевали. Но мы круто играли, дошли до трех финалов Кубка Америки, дошли до 1-8 в 2010 году, в 2006 до 1-4 или до полуфинала, когда проиграли Германии. Мне все нравилось. Но такая команда, как Аргентина, конечно, оценивается своими достижениями, победами. Отсюда и разница в восприятии. Но, Карлос, мне кажется, что ты выиграл все на клубном уровне, в Манчестере, в Ювентусе, в Боке. Но я думаю, что ты в сборной мог бы выиграть больше, Кубок Мира и другие трофеи. Такое впечатление, что карьера в сборной у тебя все же не до конца сложилась. Да, да. Поэтому я и говорю, если считать только победы в турнирах, то нельзя объективно оценить то, как я проявил себя в сборной. Заметь, при этом, несмотря на все достижения в клубах, поражений там было намного больше. В Боке я проиграл два Кубка Либертадорос и выиграл один. В Европе одна победа в Лиге Чемпионов и два поражения в финалах. То есть успех относителен. В клубном футболе очень жестокая конкуренция. Очень тяжело, когда успех измеряется исключительно количеством титулов. Я всегда боролся за трофеи. Я выиграл 29 титулов за свою карьеру. Но если считать количество поражений, то их выйдет намного больше, чем побед. Но это футбол. А Бомбонеро, Карлос, лучший стадион на свете? Да. Бомбонеро и Олд Траффорд — это два стадиона... Олд Траффорд? Да, Олд Траффорд, на мой взгляд. Объясни, пожалуйста, почему Олд Траффорд? Я понимаю, почему Бомбонеро? Там уникальная атмосфера, такого нет нигде. А Олд Траффорд почему? Это действительно театр мечты. Это очень точное определение. Чистая правда. Уникальный стадион. Играть там каждые выходные, как давать спектакль в театре. Чувствуешь себя художником, который создает шедевр. У меня были такие ощущения. Зрители там видят футбол совершенно по-другому. Это два мистических стадиона. Если играешь на Бомбонере или на Олд Траффорд, всегда будешь чувствовать себя счастливым. Ты помянул английскую погоду, которая сейчас вот здесь. Ты провел в Англии 7 лет. Как тебе? Кого аргентинцу, свободному, открытому, 7 лет жить в Англии? Тебе это было непросто, да? Да, но все равно мне кажется, что английский футбол самый красивый в мире. Да, точно. А жизнь в Англии? Да нормально. На самом деле к жизни привыкаешь, потому что концентрируешься только на футболе. Думаешь только о нем, фокусируешься на игре и становится легче. Потому что футбол там прекрасный. Для меня лучше в мире. В России, как и по всему миру, очень много поклонников Марадонной. И я помню, когда ты начинал в Боке, он сказал, что ты новый Марадонна, его преемник, новая суперзвезда Боке. Можешь вспомнить какую-нибудь историю с Диего? Что сразу вспоминается о Диего, в день нашего знакомства у нас был матч на Бомбонере. Он пришел на трибуну, Сан-Лоренцо выигрывал 2-0. Это было классика на Бомбонере. Я забил два, и мы сыграли в ничью. Шикарная игра была. А вечером меня пригласили на программу «Мар де Фондо», очень важная в Аргентине. Туда всегда приглашают игроков. И вот пригласили меня, потому что мы вытащили тот матч на 2-2. И там был Диего. Я отдал ему свою футболку, тогда я еще не был с ним знаком. Программа выходила около 12 часов ночи. И вот я сижу в эфире, и вдруг в студию заходит Диего. Я запомнил это на всю жизнь. У нас были отношения, как у отца с сыном. Так правда было всегда. Он всегда мне помогал, разговаривал со мной, всегда направлял меня в моей карьере. Это было невероятно, потому что для нас Диего — супергерой. Для всех аргентинцев. Думаю, нет ни одного человека в Аргентине, который сказал бы, что не хочет быть похожим на Диего. Да, но к тебе у него было особое отношение. У вас были особенные отношения. Да, особенные. С первого дня так сложилось. А помнишь ваш последний разговор? Да, я помню. Мы общались по видео, проболтали с ним часа три. Три часа? Да, три часа болтали о жизни, обо всем на свете. Говорю, у нас были такие отношения. Я всегда мог к нему обратиться по любому поводу, поговорить о чем угодно. И это могло продолжаться часами. Ты же знаешь, Диего любил пинг-понг, теннис, гольф, многие другие виды спорта. Он много в чем был хорош, как и я. Так что мы говорили обо всем понемногу. А чем тебе нравится гольф? Я начал играть в гольф в Англии. Тогда как раз начался бум из-за Тайгера Вудса. Мне захотелось попробовать, и меня затянуло. В общем, я тоже помешался на гольфе. Я ведь тогда и английского не знал, не понимал английскую культуру. Я сильно беспокоился из-за этого. Сначала я просто ходил играть. А потом понял, что гольф меня успокаивает. Я отпускал лишние мысли, расслаблялся. Так я проникся и до сих пор играю. Но научился в Англии. Они же там играют на линксах. Ветер задувает, еще море рядом и все такое. Но теперь это моя страсть. Карлос, когда ты приезжал в Фуэрто-Апачи в последний раз? На прошлой неделе. Да, я ездил играть. Играть в футбол? С друзьями. Я играю в футбол с друзьями. Серьезно? Да, да. А на следующей неделе опять поешь играть? Да, и на следующей поеду. То есть каждую неделю ты ездишь в Фуэрто-Апачи? Да, езжу играть. Играть в футбол? Просто, чтобы играть? Просто поиграть в футбол с друзьями. Мне хочется играть только там и только с ними. Если меня пригласишь ты или кто угодно, нет, я пас. Только с друзьями с района? Только с ними. И мне еще рассказывали, что ты любишь поесть в Фуэрто-Апачи. Да, потому что это мой дом. Мое любимое место в мире. Но тебе доступны любые рестораны мира. Мишлен, три звезды. Там что, лучше? Да, но с друзьями все равно лучше. Я знаю их с детства, мы весело проводим время, как старые добрые. И я там чувствую себя ребенком. Они не такие «О, Карл Стэвис». Там я могу быть самим собой, простым парнем, который родился и вырос в этом месте. Меня уже ждут на обед. Меня убьют. Из дома точно выгонят. Матиас, то есть сначала идем на поле, потом прямо рядом – «Осадо». Да, и что-нибудь выпить. То есть сначала футбол, потом «Осадо» и выпить. Немного пива, да? Да, пиво, вино. А тут каждый может пожарить мясо? Да, но обычно тут все организует клуб. Но можешь арендовать мангал и делать, что хочешь. Или в дни матча здесь продают, пока ребята играют, тут делают типа буфеты. Даже еще пахнет. Видимо, вчера делали «Осадо» или сегодня. Они играют в футбол, потом едят мясо и кайфуют. Супер, супер жизнь. Я помню, когда он был топом в «Ювентусе», он сказал, что у него был сумасшедший контракт в «Ювентусе», 6-7 миллионов евро зарплата. Он сказал, я хочу уехать, я хочу жить в Буэнос-Айресе, играть в «Бока Хуниорс» и ездить в «Фуэрто Апачи». И я не мог понять, как это возможно. Ты игрок «Ювентуса», тебе платят бешеные деньги. И ты хочешь вернуться сюда? Для чего? Он очень привязан к своим корням. Это зов сердца. Он чувствует, что его место там, поэтому он захотел вернуться в «Боку». Он ведь сам ее фанат. И он любит свою страну и свой родной район. Здесь его все любят. Он для всех кумир. Здесь его называют «народный игрок». Потому что он из простого народа и всего добился благодаря своей простоте. Поэтому его прозвали «народным игроком». Ему важно, что происходит с людьми. Он очень скромный. Он хочет, чтобы у всех все было хорошо. Поэтому он жаловался на бедность и негодовал, что ответственные за нее сидят, сложа руки. И как кумир народа, как пример для подражания, он все это озвучивает. И кому-то это не нравится. Но я считаю, что это достойно восхищения. То, что он концентрируется на помощи людям из бедных районов. Когда ты закончил футбольную карьеру, ты стал тренером. Почему? Мне это кажется немножко странным. Я никогда не представлял тебя тренером. Ты всегда был большим игроком, но почему ты стал тренировать? Я стал тренером, чтобы помогать футболистам, в первую очередь аргентинским. Помогать им вырасти, чтобы они могли получить шанс заиграть в Европе. Меня привлекает такая миссия. Самый близкий человек для игроков — это тренер. Поэтому я стал именно тренером, не представителем, агентом, менеджером, а тренером. Это то, что мне нравится. Ты говорил, что некоторые игроки-индепендиенты не умели складывать и вычитать. Сейчас этим лучше? Да, уже лучше. Они учатся. Это здорово, что футболисты развиваются в разных направлениях. Потому что в аргентинском футболе есть большая проблема. К сожалению, со мной рядом не было человека, который меня бы направлял. Который мне бы объяснил, что учеба должна быть на первом месте, даже перед футболом. Важно прививать культуру образования, давать понять, что оно поможет тебе в понимании игры, контрактов. Ты должен знать, что ты подписываешь. Пока эта культура у нас не очень развита. У меня тоже были проблемы с этим. У меня дислексия. Я не знал об этом, пока не окончил школу. И так как дислексия обнаружилась не сразу, мне было очень сложно учиться. Но как только я научился с ней справляться, мне стало намного, намного легче. Главное — желание, стремление узнавать новое. Это помогло мне открыть для себя этот мир и широко смотреть на вещи. Когда я сперю на людей здесь, они кажутся мне счастливыми. Да, они счастливы. Люди здесь по-настоящему счастливы. Счастливы, потому что их близкие рядом, они выросли здесь со своими друзьями. Каждый с своим опытом, со своим багажом, и им тяжело решиться уехать отсюда. Яркий пример дяди Карлоса, который уже давно мог бы покинуть Фуэрто-Апачи. Но он любит этот район, и он счастлив здесь. Люди счастливы, да, но инфраструктура здесь, эти дома, тут бедность, тут опасно. И у людей, которые здесь живут, как мне кажется, немало проблем. Да, но несмотря на все это, они счастливы. Сегодня еще день очень пасмурный, когда хорошая погода, на улицах полно народу. Дети бегают. Сегодня на поле 10 человек, а когда выйдет солнце, их будет 20, 30. Они будут играть в мяч так, что их домой не загонишь, а завтра им идти в школу. На самом деле, не только дети. Здесь счастливы люди всех возрастов. И большинство предпочитает жить именно здесь. Есть те, кто хочет уехать, но не может. Но большинство любит свой район и остается тут. То есть ты тоже отсюда не хочешь уезжать? Нет, я бы уехал. Лично я бы хотел переехать. Не так, чтобы с концами, я хотел бы приезжать. Здесь у меня семья, родственники, я бы их навещал. Приезжал бы играть в футбол, без этого никак. Но жить я бы хотел в другом месте. Хотел бы подарить своим детям лучшее будущее. Чтобы они не сталкивались с правдой жизни этого района. Чтобы они жили по-другому. Я помню, когда ты уходил из Ювентуса, журналисты писали, что Карлитосу не нужен ни Дубай, ни Капри, ни Ибица. Все, что ему хочется, это приезжать в Фуэрто-Апачо, жарить мясо с друзьями, гитару и больше ничего. Гитару и надо вас. Да, в Аргентине все это есть. Мы так устроены, что радуемся простым вещам. Для меня Аргентина — любимая страна, и я ее ни на что не променяю. Я обожаю Буэнос-Айрес, и обожаю находиться в своей стране. У нас есть пляжи, я люблю пляжи, люблю горы. У нас тут есть все. Можно кататься на лыжах в горах, летом можно отдыхать на замечательных пляжах. Я люблю Аргентину. Если дать мне выбор, я всегда выберу остаться в Аргентине. Карлос, а о чем ты мечтаешь? Я всегда о чем-то мечтаю. Смысл жизни — следовать своим мечтам. Я мечтаю, чтобы мои дети продолжали расти в таких же условиях, как сейчас. Хочу оставаться лучшим отцом и лучшим мужем. А еще в своей новой тренерской карьере помогать молодым ребятам, чтобы они вырастали в будущих Месси, будущих Карлсов Тэвисов, будущих Рональдо. Независимо от того, кем они хотят стать, хочу помогать им в карьере и в жизни. В этом главное удовлетворение, которое можно получить как тренера, как человек. Помогать и двигать вперед тех, кому это нужно. Карлос, смотри. В России есть большое количество молодых, талантливых игроков, но они сталкиваются с проблемами. Во-первых, некоторым просто сносят крышу. В России уже в молодом возрасте им платят огромные деньги, но в 20 лет они могут получать по миллиону евро. В России это запросто. А теперь появилась другая проблема. Они не могут уехать играть в топ-лиги Европы. По политическим причинам. Что ты можешь им посоветовать? Да, мир сейчас непростой. Думаю, есть вещи, которые мы можем поменять, а какие-то нет. Например, Россия не в состоянии поменять политические отношения с Европой. То есть футболисты лично не способны, только политики могут решить этот вопрос. И надо сконцентрироваться на том, что ты сам можешь изменить. Самого себя, свои мысли, свое отношение. Если ты хочешь играть в футбол, ты должен уважать футбол, уважать игру, быть профессионалом своего дела, чтобы двигаться только вперед. Чтобы, когда сменится политический курс, быть готовым к этому. Так что да, лучшее, что мы можем сделать, это сосредоточиться на том, что мы можем изменить. И делать это со всей страстью, и с надеждой, что завтра все поменяется к лучшему, и быть готовым к этому. Друзья, и у нас конкурс. Вот такая майка Бока-Хуниверс. Карлос, легенда этого клуба. Сейчас Карлос распишется. Карлос, пойдемте, Фермар? Конечно. А конкурс очень простой. Футбол помог Карлосу вырваться из непростой жизни. Чем вам помог футбол? Пишите в комментариях, и самый классный ответ получит приз. Майку Бока-Хуниверсу от Карлоса Тавеса. Спасибо, Карлос. Спасибо. Спасибо.